Я даже не знаю, очень грустно получается. Может быть, вообще мы все умрем. Всем привет, с вами Милена и Орло. И как мы и обещали в предыдущем видео, в этом видео я вам расскажу, что случилось конкретно со мной из-за всего этого вируса. Как университет, собственно, всех выгнал с кампуса просто в никуда. Эта история не только обо мне, а также обо многих моих друзьях, которые учатся в разных университетах Америки. В принципе, у нас очень похожая ситуация, о которой я вам, собственно, расскажу. Если вам интересна жизнь за рубежом в США и не к нам рассказывать о жизни в Европе, то подписывайтесь на наш канал. Мы будем укладывать видео сейчас очень часто, я обещаю, потому что сидим дома, есть время, поэтому поехали. Итак, когда все это началось, 9 марта, то это все было чудесно. Мы только начали слышать о том, что появляются кейсы коронавируса у нас во Флориде, я учусь в Флориде. И пока все очень, знаете, к этому спокойно относились, слышали, что в некоторых университетах начинают проводить занятия онлайн, студентов отправляют домой. Но мы, понятное дело, не думали, что это нас каким-то образом затронет. 9 марта пришел имейл, говорящий о том, что на следующей неделе, первый понедельник, вторник и среда, они хотят опробовать онлайн-систему. То есть, если вдруг нам придется переходить на онлайн-обучение, так как это будет работать, просто классы будут онлайн 3 дня. Все немножечко поднапряглись, некоторые люди очень обрадовались, потому что это значит, что можно на выходные куда-нибудь уехать или вообще что-нибудь поделать. Но мы недолго радовались, потому что 12 марта, то есть через 3 дня буквально, нам сказали, что теперь все занятия с понедельника в следующей неделе будут онлайн. И все студенты, тут очень важный момент, все студенты, кто хочет поехать домой, могут это сделать. Они должны были подписать форму о том, что они не будут запрашивать рефанд, то есть они не будут запрашивать деньги, которые они уже заплатили за проживание и питание. Все-таки мы говорим о марте месяце, а учеба у нас заканчивается в середине мая. То есть вот эти все деньги полностью апреля, часть марта и часть мая, получается, деньги были заплачены зря. Но все люди, кто уехали, в основном американцы, они подписали бумагу о том, что они уезжают по собственному желанию, грубо говоря. И когда все эти люди по собственному желанию уехали? А 17 марта, то есть через 4-5 дней, нам сообщили, что все обязаны съехать с кампуса до 21 марта. То есть нам дали 4 дня на то, чтобы, грубо говоря, забрать все свои вещички и очистить помещение. Я, конечно же, сразу начала рыдать, потому что это просто был огромный шок для меня, куда я поеду. Я работаю на кампусе, единственный источник денег для меня, больших денег, это была моя работа, соответственно, которую я потеряла. Но в сообщении говорилось о том, что если по каким-то причинам вы не можете поехать домой, вы можете прийти к декану, культету своего, и поговорить, обсудить ваш личный случай, почему вы не можете уехать. Его офис был открыт с 10 до 3, я прошла туда где-то в 9-15 утра, и там уже была огромная очередь из людей, которые в основном интернациональные студенты, у нас в мене присидеть огромное количество интернациональных студентов. И все они сидели, все мы сидели в очереди и ждали решения. Я пришла в офис, и там, получается, было несколько людей, которые принимали студентов, то есть не только сам декан. Но я попала к самому декану, очень добрый дядечка, на самом деле, очень хороший, понимаешь, я ему все рассказала. Какие у меня, собственно, аргументы были. Я теряю работу. Также у меня стажировка в июне, которая начинается, которую до сих пор не отменили. То есть я все еще официально буду работать летом, хотя я не знаю, как оно все сложится, все очень быстро меняется сейчас. Но пока у меня есть эта стажировка, она для меня очень большой финансовый отбор. Я не хотела просто ехать домой и потом не иметь возможности вернуться. Потому что даже сейчас, я думаю, если в стране более-менее все наладится, и люди смогут выходить на работу, то границы между странами вот так свободно открыты будут не очень скоро. Еще одна из преград, которая мешала бы мне в виду домой, это то, что у меня истекает виза. Посольство, как мне сказали, закрыто. И непонятно, можно ли было мне обновить визу. И карантин на две недели. Когда ты приезжаешь в страну, ты должен провести две недели на карантине. И все люди, которые живут с тобой вместе, имеют право тоже выходить из квартиры. То есть я оставила своих родителей и людей, которые со мной бы жили в ситуацию, когда они фактически не могут идти на работу. Опять же, я не знаю, как сильно с этим следят, особенно у нас в Воронеже. Еще дополнительный вопрос был, смогу ли я вообще попаду в Воронеж. Меня бы где-то в Москве оставили на эти две недели, либо я приехала домой, мне бы пришлось с родителями сидеть две недели в квартире, и они бы не могли работать. Короче, это было очень непонятно, я до сих пор не знаю, как оно складывается. Ну, это Дин все послушал, сказали, да, это все очень печально, грустно, мне жаль, но единственная причина, по которой мы можем тебя оставить на кампусе, это если твоя страна закрыта. То есть у нас есть ребята из Китая, там из Италии, из других стран, и у них страна закрыта, они физически домой попасть не могут, им разрешили остаться. Мне сказали, что нам все равно, нам пофиг вообще, деньги, не деньги. Я тоже спросила про рейфан за вот эти, кстати, остатки месяцов, потому что, ну, это очень много денег, это больше двух тысяч долларов, которые фактически я заплатила ни за что. Вот меня выгнали из кампуса абсолютно, мы дали 4 дня, ну, что это, ну, это вред. Ну, все, я уже собиралась ехать домой, уже всем сказала, что я еду домой, ля-ля-ля. И тут я связалась с своими хоз-родителями, которые вот живут в Вермонте здесь. Они мне разрешили мне пожить пока, вот. Но я с ними живу, все замечательно, они потрясающе, мы сидим дома тоже тут, такой режим очень строгий. Ну, я в предыдущем видео рассказала, как в Америке относятся к коронавирусу, поэтому, если интересно, где-то будет тут. Но, опять же, кстати, на это не закончилось. Я позвонила своим хоз-родителям, они жили в них остаться, то есть все хорошо. Купила билет к ним, сюда, собираю свечи, ну да, все замечательно. И приходит мне сообщение на телефон, что мой флайт отменен, как-то my flight is cancelled. Я позвонила в customer service. На customer service я была часа два с половиной. Мне говорят, что все самолеты, Бернингтон, Сеттель, авиакомпании отмены. В течение, там, следующих двух недель, или, там, одной или двух недель, нет вообще самолетов, которые полетели в Вермонт. Я такая, ну класс, и что мне делать? То есть мне нужно попасть туда, меня выгоняют из моего универа. Где мне быть? У вас все самолеты отменены. Нашла мне тетя, тетечка. Днем раньше мне нашла она вариант, очень удобный, с одной пересадкой, был просто шикарно. То есть я быстрее все собрала, ну и пришла в аэропорт. Все уже зачекиннулось, а стою на кейте, в самолете было пять человек. Я была пятой. И мне приходит сообщение, что вот я лечу по Чикаго, и вот из Чикаго в Берлингтон, вот этот последний флот, который она мне смогла найти, он отменен тоже. То есть я уже, у меня уже чемоданы в самолете. Я уже почти в самолете физически. И я вот сейчас прилечу в Чикаго, и все самолеты из Чикаго в Берлингтон отменены. То есть все, их нет. И вот я просто не хотела зависнуть в Чикаго. Я лучше зависну вот в Аблориде, чем я зависну в Чикаго. Я подхожу к гейту, там течка и дядечка стояли. Вот, и говорю, что так, так, и так, ну понятное дело. Ты знаете, я так спокойно сейчас это рассказываю, и это было очень стрессно. Я рыдала там каждые два часа. Стабильно. Уже стюардесса из самолета звонит и спрашивает, все ли все на борту. Они говорят, нет, не все. В общем, они мне нашли вариант с другой авиакомпанией, которая была в одном альянсе с ними. Чувак распечатал мне, у меня было два чемодана. Он распечатал вот эти бирки для багажа. Побежал в самолет. Переклеил мне эти бирки. Прибежал, дали мне этот boarding pass на другие два самолета. Я сажусь в самолет и, в общем, с успехом, по-моему, три часа позже я долетела до верлакона, собственно, где я сейчас и нахожусь. Вот. Я очень пытаюсь понять эту ситуацию и смотреть на ситуацию со стороны университета, но я никак не могу. У меня друг буквально два дня он провел в Шалдер, это место для бездомных, потому что ему физически не было куда идти. Его страна была открыта, с ним тоже интересная ситуация. Его страна была открыта, но тот аэропорт, где его дом находится, город, в котором он живет, был закрыт. Ему предложили полететь в другой аэропорт, который вообще на другом конце страны, и он сказал, что физически очень тяжело добраться с одного аэропорта в другой, там только самолеты летают. А вот этот аэропорт в его городе закрыт, то есть он физически не смог бы добраться к себе домой. Универу? Пофиг. То есть, мы, он говорит, мы купим тебе билет в твою страну, и ты дальше решай сам. Я такая, вы вообще, ребята, и еще не хотят нам деньги возвращать за проживание. Я даже не знаю. Очень грустно получается. Вот. Так, конечно, мы посмотрим. Продержимся как-нибудь потихонечку. Не знаю. Пока вот на сегодняшний момент все хорошо. И у меня еще, опять же, не самая худшая ситуация, потому что все-таки я могла вернуться домой спокойно. Это уже мои какие-то, знаете, опасения на будущее. А вдруг я не смогу вернуться, а вдруг что, а вдруг как. Вот. Я сама решила остаться здесь, и я считаю, что для меня здесь пока лучший вариант. Но суть в том, что огромное количество студентов, у которых гораздо хуже ситуации, которые не могут уехать домой, они не могут остаться в университете своем, университет тоже о них абсолютно никак не заботится, и абсолютно никак не поддерживает их. И я сейчас, конечно, очень зла. Дай свой университет, потому что какого хрена. Все. На этом все. Я могу об этом долго разговаривать, но это уже пошло по кругу. Поэтому, бейсей, оставайтесь, сидите дома. Если мы сейчас все будем сидеть дома, это быстро пройдет, надеюсь, и мы все сможем снова быть счастливы. Так что подписывайтесь на наш канал, увидим вас в следующем видео. Надеюсь, видео будет скоро. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...